Всем привет! Это тайм-аут с Максимом Исаенко, еженедельный дайджест спортивных новостей. И сейчас я вам по традиции расскажу, чем в этот раз запомнится уходящая неделя в плане спорта в Полевском и для полевчан. А чем для вас запомнится спортивная неделя? Пишите в комментариях. Северский Трубник провел сразу два матча, правда, с переменным успехом. Сначала полевская команда сенсационно вылетела из Кубка Свердловской области по футболу. В матче 1-8 финала Кубка области Трубники встречались со спортивной школой Олимпийского резерва «Лидер» из Верхней Пышмы. К перерыву гости впереди 2-0. Во втором тайме лидер еще четыре раза поразил ворота полевской команды. На что Трубники сумели ответить лишь дважды усилиями Радика Аслямова. Как итог, сенсационное поражение от команды из второй группы областного чемпионата со счетом 2-6 и вылет из Кубка. А уже через день полевчане одержали вторую победу в нынешнем сезоне. На стадионе Трут Трубники принимали арсенал КПРФ из Каменско-Уральского. Сложные погодные условия повлияли на течение матча. Единственный гол немногочисленные зрители увидели в самом начале второго тайма отличился капитан полевчан Володя Исраилян. 1-0. Северский Трубник одержал вторую победу в нынешнем сезоне. Полевчане выступили на Кубке Урала по классическому эндуро, который прошел в Кыштыме. Участникам, которых набралось более 160, предстояло два дня преодолевать по 70 километров очень грязного, но скоростного трека. Гонка получилась кантри-кросс, поскольку было не только много грязи, но и очень скользко, так как перед самыми соревнованиями прошел очень сильный дождь. Полевской представляли трое эндуристов, Александр Громов показал восьмое время, Егор Емельянов стал двенадцатым, а Кирилл Терентьев финишировал семидесятым из более чем 160 участников. Село Полдневая расширяется в плане футбола не только для взрослых, но больше, и это очень радует, для детей. Неделю назад пресс-атташе футбольного клуба «Урал» Павел Завьялов совместно с детским лагерем села Полдневая провели веселые старты на стадионе Сантьяго-Полдневая. Познакомились с родителями детей, которые до этого не знали о футбольном движении в селе. Также были старшие ребята, учащиеся девятых-одиннадцатых классов. Они на каникулах будут как минимум три раза в неделю проводить тренировки. И вот в субботу уже была обширная тренировка. На ней присутствовал главный бомбардир футбольной сборной села Полдневая Константин Канавин. Поддержать такую тренировку и в целом сбор приехал журналист областной газеты и давний друг футболистов из Полдневой Данил Поливода. Звезды так сошлись, что как раз вернулся из армии футболист полдневской команды Федор Кочнев. Он также поддержал данное мероприятие. Тренировка прошла на позитивной ноте и теперь юные сельчане и их родители с нетерпением ждут новых занятий. На этом пока все. Подписывайтесь на канал Держатель Микрофона в Ютубе, Яндекс.Дзене и во всех социальных сетях. Не забывайте в своей жизни делать тайм-аут для спорта. С вами был Максим Исаенко. По традиции увидимся на следующей неделе. Хороших выходных, друзья. Занимайтесь спортом.